Bonjour! Le son 14. Поговорим про звук «э». Во французском языке звук такой есть, но буквы «э» нет. Зато существует много способов передачи этого звука. Первый, мы его уже брали, позиционный я его называю, от позиции зависит. Это буква «э» в закрытом слоге. Получается, что буква «э» читается «э» только в открытом слоге. И она читается «э» в закрытом слоге. Вот давайте такие слоги сразу прочитаем. «Пэр», «мер», «тер», «рэп», «бэль», «мэль», «сэль», «сэк», «жет», «бэг», «сэп», «дэт», «фэрм», «терм», «жэрм», «шэр». Это примеры слогов. Дальше, надо запомнить так. Если над буквой «э» есть какой-нибудь знак, то она будет читаться «э». Какие бывают знаки? Бывает вот такой, именно наклон сюда. Называется «l'accent grave». Бывает вот такая крышечка. Это называется «l'accent circonflex». Они оба дают «э». И бывает, как вот мы пишем ударение в русских словах, наклон вправо. Называется «l'accent aigu». Он дает звук более закрытый «э». То есть тут «э», «э», тут «э». Но все равно что-то похожее на «э». Так, это мы не будем ничего читать. Это возможно только в словах. И третий вариант – это сочетание. Сочетание двух букв. Читается звуком «э». Это «а», «и» или «э», 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 «э». И второй вариант, если над «и» вот такой «l'accent circonflex домик». Он ни на что не влияет. То же сочетание читается «э», 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 «э». Вот тут прочитаем слоги с этими сочетаниями. Просто такая тренировочка. «Б», «бэ», «э», «э», «ке», «с», «э», «ве», «ж», «е», «с», «де», «ф». Ш. Теперь давайте в словах посмотрим и разберём, почему читается Э. La mer, море, здесь Э в закрытом слоге. La mer, le père, le frère, здесь у нас акцент grave. La terre, земля, здесь закрытый слог, потому что пополам вот так проходит линия слогоделения между удвоенными гласными. Cher, здесь закрытый слог, а в слове в женском роде Cher, дорогая, есть ещё буква на конце, которая делает слог. Тогда вот этот слог открывается, поэтому над ним появился акцент grave. Une tête, голова, здесь значок нам даёт, акцент circunflex. Une fête, то же самое, праздник. Une maison, сочетание. Э и буква С между двумя гласными читается З. Une maison, дом. Une saison, сезон, время года. Une mère, мэр, мэр, но, союз. Мэгр, худой. А мэтр, хозяин. Une maîtresse, хозяйка, учительница. Так, сочетание это всё. Une pair, пара. Бет, прилагательное, глупый, глупая. И существительное есть. Une bête, зверь. Une bêtise, глупость. Il achète, он покупает. Elle achète, она покупает. Lève-toi, вставай. Je me lève, я встаю. Une chèvre, казань. Une belle, закрытый слог. Лопатка. Belle, то же самое, красивая. Serge, Fernand, Ernest. Везде закрытые слоги. Une migraine, un portrait, un plaisir, avec plaisir. Le lait, faire, se terre. Тут везде сочетание. Плaire, s'il te plaît, пожалуйста, если к человеку обращаешься на ты. Si, s'il vous plaît, пожалуйста, если к человеку обращаешься на вы. Почему так получилось? Это целая конструкция. Она состоит из si, если, или. Это он, но в данном случае оно используется как безличное местоимение. On te plaît, он тебе нравится. Это вот тот самый глагол plaire, нравится. Если он тебе нравится, если это тебе нравится. В таком смысле. А это если вам нравится. S'il vous plaît. Так образовались слова пожалуйста, которые действительно у них идут как пожалуйста. Говорят merci, спасибо. S'il te plaît, пожалуйста. Или просьбу какую-нибудь оформляют с помощью слова пожалуйста. Donne moi, s'il vous plaît. А не Donne moi, s'il te plaît. Дай мне пожалуйста. Или Donne moi, s'il vous plaît. Дайте мне пожалуйста. Claire. Это имя. La neige. Снег. Сочетание и встречается реже. Il neige. Идёт снег. Надо поговорить про эти предложения. Это опять безличное иль. Вот такое вот, которое не переведёшь. Идёт снег. С погодой часто используется предложение с подлежащим иль. Я так себе подумала, что может быть, как образовались эти фразы в языке. Может быть, имеется в виду, что иль это какое-то божество, которое делает погоду. Иль, неж, идёт снег. Беж, бежевый. Une reine, королева. Une veine, вена. Элен, Ирен, Жерар. Вот тут и закрытый. Чуть-чуть по закрытии просто. Жерар. Знак, потому что сюда. Жильбер, закрытый слог. Жермэн, закрытый слог и сочетание. Жерве, Грегор, ЭЭ, Грегор, Юбер, Мишель, Мишлин. Здесь у нас ЭБЕГЛА. РЕПЕТЕ. Глаголы первой группы в неопределённой форме заканчиваются на ЭР. Это тоже читается Э, кончик этот. РЕПЕТЕ, ДЕСИДЕ, ЭКУТЕ, АЕРЕ, ДЕЩИРЕ, ЭФАСЕ, ЭДИТЕ, ФРЭМИР. Это глагол уже не первой группы. ДЕСИДЕ, ФРОВА, ЕЛЬ, КЛАССЕ, СОВИРЕ, ЭКУТЕ, ФРОВА, И ГРОМИР pana. ЭЛЬ ДИ. Коррigez vos cahiers tout de suite à la leçon. Les élèves écrivent. Mais Léon n'écrit pas. Il bavarde avec son ami Frédéric. Garçon, ne bavardez pas. Faites vos devoirs, s'il vous plaît. Мадемуазель Elodie est très polie. Так, сейчас разберем каждое предложение. La maîtresse d'école entre en класс. Школьная учительница. Поскольку слово maîtresse очень многозначное, это хозяйка, учитель, это любовница, поэтому добавляют частенько д'école, школьная. Входит в класс. Со словом класс очень часто предлог en. Это и в классе, и в класс. Ещё раз читаю предложение. La maîtresse d'école entre en classe. Два носовых подряд. Entre en classe. Elle dit. Она говорит. Les élèves, ученики, ouvrez vos cahiers. Вот это слово имеет H в середине. Она не читается. Откройте ваши тетради. Écrivez la phrase. И напишите фразу. И напишите фразу. Репетте ли рэгль. Повторяйте правила. Ан тут персон. Ва всех лицах. Ещё раз. Elle dit. Les élèves, ouvrez vos cahiers. Et écrivez la phrase. Repetez les règles en toute personne. Je vais corriger vos cahiers tout suite à la leçon. Я сейчас проверю. Это ближайшее будущее. Я иду проверить. Если слово в слово. Je vais corriger vos cahiers. В вашей тетради. Tout suite. Это устойчивое выражение. Это тут же. Немедленно. Tout suite. À la leçon. На уроке. Вот здесь у нас новые правила чтения. Которые я даже не хочу отдельно выносить. Если у буквы С стоит вот такая запятая. Внизу. Прямо под ней. Это называется ССД. Это делается для того, чтобы она читалась как С. Мы же помним, что она читается С реже, чем читается К. Потому что нужно, чтобы после неё либо Э буква шла, Либо И, либо И. Вот тут О. Неподходящий вариант. Поэтому делают ССД. Так получилось слово leçon, который вы видели уже это слово много раз. À la leçon. На уроке. Les élèves crient. Ученики пишут. Вот оно окончание ENT во множественном числе третьего лица. Mais Léon ne crie pas. Но Léon ne пишet. Il bavarde avec son ami Frédéric. Он болтает со своим другом Frédéric. Герсон, ne bavardez pas. Faites vos devoirs, s'il vous plaît. Мальчики, не болтайте. Делайте ваше задание, пожалуйста. Мадемуазель Элоди est très poli. Это сокращение. Мадемуазель, обращение к женщине незамужней. Мадемуазель Элоди очень вежливая. Мадемуазель Элоди est très poli. Au revoir. А bien-tu.